Ну а мы видим, что отсутствует на старте Франк Диффенбахер, его нет на второй позиции, поэтому в гордом одиночестве с первого ряда будет брать старт бразилица Августа Фарфус, который в первом заезде финишировал на восьмой позиции. Сейчас ему важно, вы видите, прикрыть дорогу перед Антонио Гарси. Это в продолжении темы, дорогие друзья, о том, что БМВ классической компоновки имеет несомненное преимущество в момент старта, не хуже нас с вами. Это знает, конечно же, Августа Фарфус, и он великолепно просто брал старт, перекрыл кислород Антонио Гарси и вольно или невольно помог еще вдобавок и Габриэле Тарквини, который, похоже, выходит едва ли не на вторую позицию в этой гонке. Итак, Августа Фарфус, да, на второй позиции идет Габриэле Тарквини. Это после старта, который, ну, по всему должны были проиграть пилоты переднеприводных автомобилей. Девятый номер – это Харти Жене. Он видит сначала БМВ под 42-м номером Йорга Мюллера, а далеко впереди Альфу Августа Фарфуса из Бразилии. Начинает потихонечку беспокоить Дирк Мюллер своего конкурента. Ох, как поздно тормозят перед ходом в этот крутой поворот. Это одно из местечек, где можно занять более выгодную траекторию на торможении. Фарфус вообще отлично просто обороняется. Мы видели, как он сдержал своего соперника на старте. Поскольку он стартовал с пола, пересек линию старта-финиш, уже там можно совершать маневры вправо-влево. Надеюсь, что на этот раз судьи не оштрафуют Августа за грубую езду. Было это, конечно, достаточно жестко по отношению к сопернику, но в рамках правил. Вновь Торквини видит двух соперников. Он занимает третью позицию. Габриэль Торквини несет на борту своего автомобиля 20 килограммов дополнительного балласта. Еще раз напомню, что у Йорга Мюллера 10. Он идет на второй позиции. Опаньки! Отвалилось зеркало. Вот какие приемы силовые применяет сейчас Йорг Мюллер против Фарфуса. И отправляет Фарфуса на траву. В свою очередь не остался в долгу Августа Фарфус. И сейчас два автомобиля Альфа Ромео возглавляют Пелетон. Конечно же, Йоргу Мюллеру прежде всего важно обойти Габриэля Торквини, Дирка Мюллера и Энди Приоля. Сейчас он с этой задачей справляется. Ну, а Августа Фарфус, который занимает седьмую позицию на чемпионате Европы, ну, пока, по крайней мере, не опасен. И вот посмотрите, какой замах сейчас сделал. Очень опасный против Фарфуса. Опасный, потому что едва не проскользнул на внутреннюю траекторию Габриэля Торквини. Ну, что ж такое? Опять в этом повороте совершает ошибку Йорг Мюллер и пропускает пилота Альфа. Точно так же, в этом самом месте он пытался атаковать. Выскочил на траву Августа Фарфуса и распростился со второй позиции. Да, сейчас посложнее ситуация у Йорга Мюллера. К своему завершению. Великолепный результат. И в первой и второй гонке тяжелая гонка была. А что случилось с Фарфусом? Вы стали победителем. Но гонка была очень опасная. Но это действительно была тяжелая гонка. Ну и Йорг Мюллер, как говорится, он доволен своим результатом. Конечно, очень интересно проходило.